Одна цель, которую пытались добиться активисты долгое время, сейчас преследуется с удовольствием во время этого карантина, и эта цель — опустошение национальных тюрем. Недавно федеральный судья из Калифорнии приказал освободить от задержания иммигрантов, уязвимых к болезням. Такими словами, кстати, можно описать большинство населения на текущее время. Один из людей, попавший под данный указ, — это Мартин Варгас Ариано. Его выпустили, потому что он болел диабетом и гепатитом С. Он — насильник, был виновен за домогательство к детям. Еще один иммигрант с диабетом — Пауло Рейен Вита, осужденный за жестокое обращение с детьми. Так что сейчас, наверное, это рядовой случай до того момента, пока мы не получим вакцину от коронавируса, и кто знает, когда это произойдет. Теперь мы должны освобождать педофилов, пока у них диабет. В это же время людей пугают тюрьмой за нахождение на улице без разрешения. Был случай во Флориде, когда задержали министра за то, что он шел на церковное служение. Теперь христианин сидит в тюрьме, а педофил освобожден. В Вирджинии можно увидеть продавца, заключенного в тюрьму без залога, осужденного за самозащиту от грабителей. Кстати говоря, у него тоже есть диабет, он потерял сознание от него. Они держат его без залога. Это рай для прогрессивного сообщества. В этой позиции им не нужна вакцина от коронавируса, потому что они наслаждаются всем этим. Я не должен был этого говорить, она нужна всем. Но они не должны использовать всеобщую проблему. Редактор субтитров А.Семкин